Настоящий чемпион в области бесстрашия, агрессии и находчивости. Его целью могут стать самые ядовитые змеи, а многочисленные хищники думают дважды, прежде чем связываться со столь опасным созданием. Тем не менее, излишняя настойчивость может сыграть с ним злую шутку. Привет, друзья, вы на канале «Время с пользой» и герой сегодняшнего выпуска – невероятный медоед. Медоед – представитель семейства куньих, которые встречаются как в тропических лесах Азии, так и в африканских саваннах. Среди ближайших соседей хищник не выделяется размерами. При длине около 70 см, средняя масса зверька – примерно 10 кг. В жаркой пустыне немногочисленные водоемы – единственное спасение от жажды для большинства местных животных, и нахождение рядом с водой может обернуться серьезными конфликтами. Разумеется, медоед не остается в стороне. Конечно, воды хватит на всех, но этот наглец не привык делиться, поэтому он без сомнений отправляется в сторону 200-килограммовой антилопы. Похоже, что это далеко не лучшая затея, ведь огромная рога тает смертельную опасность, и противостояние выглядит довольно странно. Такой противник слишком силен даже для столь бесстрашного создания, поэтому побитому медоеду остается лишь выместить гнев на шакале. Что касается пищи, то здесь также не приходится выбирать, поэтому в голодное время медоед охотится на все, что движется, включая грызунов, птиц и даже змей. Кротовый уж не лишен яда, но его укусы все равно болезненны, однако это лишь раззадоривает охотника, который моментально переходит в наступление. Ухватить подвижную рептилию за голову оказывается непростой задачей, но волей случая атакующая змея сама оказывается во рту. Теперь дело за малым. У убегающего ужа почти нет шансов, ведь решение отступать было принято слишком поздно. Не успев обездвижить противника, медоед моментально переходит к трапезе. Этот зверь не зря получил звание одного из самых свирепых охотников, ведь на его пути встречаются куда более опасные создания. Превосходное обоняние всегда подскажет, где спряталась добыча, и даже высокое дерево не станет помехой. Его цель – капская кобра, одна из самых ядовитых змей в мире. И несмотря на смертельную опасность, медоед всеми силами ищет пути сближения. В такой ситуации пропускать укус нельзя, и хищник выжидает момент, чтобы нанести прицельную атаку в голову. Змея еще жива, но уже не представляет опасности, а значит можно есть. Как и у большинства куньих, метаболизм медоеда высок, поэтому полутораметровая рептилия всего за несколько минут будет съедена целиком. В поисках жертвы охотники следуют все укромные места, какие только встречаются на пути. Медоеду ничего не стоит разорить чужое убежище, чтобы добраться до его обитателя, но этим активно пользуются хитрые шакалы. Такой расклад не устраивает добытчика, однако он уступает псовым в скорости и приходится лишь мириться с незваными гостями. Конечно, рано или поздно охотник находит свою добычу. Тем не менее, медоед не зря получил свое название, и невзирая на хищный характер, главной его страстью является мед. Чтобы заполучить такой трофей, хитрый зверек готов на все, и его абсолютно не смущают болезненные уколы. В целом, толстая шкура спасает от серьезных последствий, однако известны случаи, когда медоеды погибали при добыче излюбленного лакомства. Помимо грубой силы, медоед славится развитым интеллектом, и держать его в заперти – не лучшая затея. Ведь рано или поздно этот непоседан находит выход, даже когда для этого требуется вскрыть замки. С учетом телосложения, зверек не может запрыгнуть на стену, однако у него хватает сообразительности соорудить лесенку из камней, что вновь помогает избежать неволи. Также в ход идут любые подручные предметы, которые еще больше упрощают побег. Еще одна удивительная способность медоеда – ходить задом наперед. Кажется, что зверек просто дурачится, однако это – тренировка жизненно важного навыка. Не особенно заботясь о своей безопасности, семейство медоедов движется по владениям львов. Львицы часто нападают из засады, и такая добыча может показаться слишком легкой, однако жертва включает задний ход, оборачивая к противнику острые зубы. Такой трюк вводит львицу в замешательство, чего вполне хватает, чтобы быстро скрыться из вида. Подобная тактика работает даже против нескольких врагов. Геоновидные собаки тщетно пытаются найти уязвимое место, ведь такой соперник вполне может дать сдачи, что дарует ему время на отступление. Гигантские когти превращают медоеда в непревзойденного землекопа, которому ничего не стоит вырыть трехметровую пещеру. В саваннах такие убежища пользуются повышенным спросом, но разгневанный копатель вряд ли уступит свое убежище, даже если на его пути один из самых колючих обитателей планеты. С ним отказываются контактировать и самые свирепые хищники, однако медоед умеет стать слишком назойливым, даже без физического контакта. Рано или поздно такая возня надоедает захватчику, и он все же освобождает нору ее законному владельцу. Когда у самки появляется потомство, бесстрашие заменяется скрытностью и осторожностью. Мать постоянно меняет убежище, и лишь в возрасте трех месяцев малыш начинает сопровождать ее на охоте. Самцы же могут позволить себе расслабиться, но после принятия песочной ванны голод вновь вынуждает отправиться на промысел. На этот раз медоед натыкается на гадюку, где с присущей наглостью он первым делом крадет добычу рептилий прямо из пасти. Проглотив легкую закуску, охотник переходит к основному блюду. Раз за разом зверек провоцирует ядовитую змею на атаку и ищет подходящий момент. Одно неверное движение, и рептилия отправляется в пасть голодного зверя. Тем не менее, даже столь ловкий охотник не застрахован от укусов, и через несколько минут медоед теряет сознание. Его пульс замедляется, а жизненные процессы угасают. Но уже спустя пару часов хищник возвращается к жизни и, как ни в чем не бывало, продолжает трапезу. Укус такой змеи способен свалить даже льва, однако годы эволюции сделали охотника на змей менее восприимчивым к их яду, поэтому даже пропущенная атака не ставит крест на жизни медоеда. Невзирая на всю свирепость, в силу размеров зверек привлекает внимание многих хищников, и некоторым из них нет дела до устрашающих трюков. Однако шкура медоеда невероятно прочна и подвижна, поэтому даже леопард не может как следует ухватиться за шею. Несмотря на отчаянное сопротивление, большая кошка не сдается и после протяженной борьбы все же добивается своего. Поэтому, несмотря на богатый арсенал, медоеды все же не бессмертны. Тем не менее, за счет превосходной защиты, свирепости и находчивости медоеды заняли прочное место в экосистеме, и несмотря на нелюбовь со стороны местных жителей, пока эти удивительные создания не находятся под угрозой. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok